Все экзамены и зачеты сданы, школьники свободно выдохнули, кто-то решил найти подработку на лето. Случай нередкий, но как трудоустроиться, если нет еще 18? Могут ли несовершеннолетние казахстанцы работать, где, как и на каких условиях это будет сделать безопасно? Я считаю, это стоит знать. Часто несовершеннолетним предлагают множество вакансий на лето и в Астане, и в регионах, и самыми распространенными среди молодежи стали курьеры, консультанты, расклейщики объявлений, докситеры – это кто выгуливает собак за деньги. Но начнем с того, что в Трудовом кодексе указано отношения несовершеннолетнего и работодателя должны быть оформлены официально, то есть принимать на работу до 18 лет граждан-предприниматели должны с заключением трудового договора. Здесь все по-взрослому. Однако подписывают документ три человека – представитель работодателя, сам несовершеннолетний и его законный представитель. Документ обеспечивает ребенку безопасность труда и то, что труд этот будет оплачен. Если работодатель предлагает работу без трудового договора, это должно насторожить. Кстати, согласно 31 статье Трудового кодекса, индивидуальный договор можно заключать с гражданами, которые достигли 16 лет. Если работать хочется и в 15, то законодательство Казахстана это не запрещает. Но подросток должен получить среднее образование. Снизить планку можно еще на год, то есть начать трудиться официально с 14 лет. Тогда работать подросток может только в свободное от учебы время. При этом работа не должна причинять вред здоровью или мешать обучению. А вот в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках, для участия в создании или исполнении произведений можно начать работать с 13 лет. Для этого в Минтруда сделали исключение. Правда, условия трудоустройства должны быть те же, без ущерба здоровью и нравственному развитию подростка. Если говорить про условия труда, то работодатель сотрудника до 18 лет не сможет направить на вахту, заставить работать сверхурочно в праздники, выходные и ночное время. Часто дети подрабатывают в организациях фастфуда, где время работы может быть ненормированным. Но даже там дети не могут трудиться с 22 часов до 6 утра. Есть места, куда запрещено принимать несовершеннолетних. Это тяжелые работы и работы с опасными условиями труда. Под запрет подпадают также должности, предусматривающие полную материальную ответственность несовершеннолетнего работника за обеспечение сохранности имущества и других ценностей работодателя, а также работы, при которых подросток может получить вред здоровью и нравственному развитию. Это предприятие игорного бизнеса, ночные развлекательные заведения, производство, перевозка и продажа алкогольной продукции, также табачных изделий, наркотических средств и психотропных препаратов. Запрещается также привлекать работников до 18 лет в сельскохозяйственном производстве, где чаще всего используется труд несовершеннолетних. Трудовое законодательство Казахстана строго регламентирует и рабочее время подростков. Так, рабочий график сотрудника, которому меньше 16 лет, не может превышать 24 часов в течение недели. То есть, если быть точным, это 4 часа 48 минут в течение одного дня. А с 16 до 18 лет не более 36 часов. Зарплата оговаривается во время составления индивидуального трудового договора с сотрудником. Для заключения договора родителям нужно будет открыть ребенку счет в банке. Налоги с дохода будут отчисляться по общеустановленным правилам, так же, как и перечисляться обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ. Что получается в итоге? Устраиваться на работу и заключать трудовые договоры можно с 14 лет с согласия родителей. Работа должна быть безопасной, не причинять вред здоровью и нравственному развитию. Подросткам нельзя работать на тяжелых работах в казино, барах и должностях, где предусмотрена полная материальная ответственность. Рассчитывать детям на полную ставку и 8-часовой рабочий день не стоит. До 18 эти правила строго регламентированы. Субтитры создавал DimaTorzok